И снова здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Эш, и сегодня мы с вами поговорим про новый альбом группы Icepeak, до свидания. При всей популярности альбома и группы в целом, я ожидал намного, ну, большего и намного лучшего от альбома. Тем не менее, я все еще остаюсь рад за то, что такая музыка имеет вот настолько широкого, настолько массового и мейнстримного слушателя. Больше всего мои ожидания по поводу этого альбома раззадорили вот нисколько синглы с альбома, которые радовали нас своим провокативным лирицизмом и видеорядом соответствующих клипов. Те же Pluck Pluck и Marge оказались, наверное, ну, самыми такими цельными по лирике и мощными по звучанию треками. Больше всего мой интерес был таки подогрет включениями гостевых партий от Голстмейна и Зилаками, которые я увидел впервые в трек-листе и подумал, вау, интересно, что ж они там наделают. Но в итоге они оказались все-таки послабее, чем мне бы, наверное, того хотелось. То есть, если говорить кратко, то для группы этот альбом это скорее, ну, небольшой шаг назад, нежели вперед, или даже вот такой шаг в сторону стабильного музыкально-стилистического плато. Вообще, если говорить начистоту, то с айспиками я, или айспиками, я знаком довольно так себе, ну, посредственно. И впервые я о них услышал с их вот этим скандальным треком и клипом «Смерти больше нет», из-за которого вот и его содержание, и из-за самого видео, потому что оно стилистически очень такое выразительное. Группа вот из-за всего этого заимела некоторое число проблем с российскими властями, которые то запрещали им концерты, то всячески мешали там их творческой деятельности в любом другом роде, виде и так далее. Специально перед написанием данного обзора, вот подготовкой к тексту в блоге, кстати, еще я прослушал прошлый альбом группы айспик под названием «Сказка», который мне показался, ну, посильнее таки, ввиду того, что вот он был намного более разнообразен и намного больше вот он был способен не только давать социальщину на злобу дня ради социальщины на злобу дня, но еще и расшевелить вот таким гулким басом и хип-хоповыми такими даже квази-хип-хоповыми вокальными линиями. Здесь же в данном альбоме упор был все-таки больше в социал-контент, в лирике, и дарквейвовый индустриальный звук в музыке, что по-своему тоже, опять же, толковает, все тоже хорошо, но только вот однообразненько. Трактовать альбом вообще можно вот в двух различных направлениях. Это либо остросоциальщина, или художественные выдумки о личных отношениях. Если берем первое, то такие треки, как те же «Плак-плак» и «Марш» прямо на это указывают, ведь строчки по типу «Я была хорошей, а плохой я не была, я всю жизнь как паинька по правилам жила». Указывает как раз на то, что вот до какого коленя нужно было довести жертву домашнего насилия, уровень которого, кстати, повышается на постсоветском пространстве с нашей нынешней пандемией, но это так, лирическое отступление, что она просто-напросто убивает своего абьюзера, то есть вот вообще до кукухи нужно довести было человека. Это можно еще дотянуть за уши прямо на более такой вот макромасштаб целой страны, где жертва — это народ, который убивает насильственную власть над собой. Но прямо это в тексте, скорее всего, не указывалось. Точно так же идет пародия и некоторое такое злорадство на вот этот советско-коммунистический фокус современной российской социокультурной среды в треке «Марш», где утрированно пародийные вот эти пионерские песнопения чередуются с текстом «Мое тело в шрам, а холодонь в грязи, я ищу свои домы корни, как и ты». Это и есть прямая корреляция между тем, как нынешняя постсоветская молодежь ищет свои собственные культурные вот эти корни, а ей скармливают постсовок вместо этого. С другой же стороны, здесь идет такое прямое и непосредственное описание женского образа, который терпит постоянные неудачи в отношениях до той гипертрофированной степени, что ей приходится убивать во время жизни и даже воскресать, чтобы поглощать души своих там прошлых токсичных партнеров. Ну вот такая выдумка, да? Если даже совсем фантазировать, то можно даже проследить такую вот повествовательную линию, где в начале героиня сталкивается, ну, с первыми признаками издевательств, абьюза и токсичности, потом она доходит до истерики и мочит партнера, потом убивают ее саму, непонятно, кстати, каким образом, но кого это интересует, но она воскресает посредством своей собственной ненависти и мстит всем своим обидчикам. Ну вот как-то такая вот охренительная история вот такая. Больше того, никто не отменяет того простого факта, что лирика может точно так же сидеть на сопоставлении вот этих двух лирических сегментов и компонентов, то есть и то, и то может означать и то, и то сразу. Как бы там ни было, текстовка альбома для меня оказалась, ну, вот, намного-таки посильнее и помощнее его звучание. То есть, да, музыкально эта работа выглядит, ну, так, на шаг послабее по сравнению с его текстовкой. Больше того, он звучит еще и послабее, чем музыкальный контент предыдущего альбома. Основой его все еще служит, вот, собственно, вокал Насти Кресленой, которая очень здорово, вот, прям шикарно варьируется между руссконародной стилистикой и детским фальцетом, ну, и просто-напросто шепотом. Конечно, можно сколько угодно говорить, что такой шепот это дань моде, что так, дескать, принято в ньюскульном попе, да. Но вы можете так говорить, скорее всего, только в том случае, что кроме трека Плак Плак, вы, наверное, ничего от группы Айспик не слышали. У меня же претензий к вокалу нет, ну, то есть, практически нет. И я даю должное особой вот этой аутентичности и оригинальности исполнения, которое одновременно и давит на депрессивные нервы, и удивляет даже, и иногда даже, ну, так, шокирует и пробирает холодом своей криповостью. По инструменталу же у меня гораздо-гораздо больше претензий, по той простой причине, что они не являются выразительными и не являются никаким образом такими вот пробивными, вот что называется. Все, что в большинстве случаев пробивает слух из инструменталов и из инструментов, хотя бы отдельных, можно услышать на припевах, где там, ну, один-два мелодических патчей исполняется на синтах, там гулкий бас слышится, который наверняка вы точно так же слышали в прошлых работах группы. Тем не менее, даже этот бас и даже эта индустриальная жужжальня звучит так, как будто их вот прям вот сдавливает, их как будто что-то сдерживает для того, чтобы не прорваться наружу, какие-то там, ну, стилистические рамки или просто-напросто такие выборы сведения, выбора эффектов, не знаю, еще чего. В результате они минимально или даже почти вообще никак не взаимодействуют, не коррелируют с вокалом, просто-напросто гудят в фоновом режиме и все. Поэтому при всем его минимализме, при всем его вот такой вот эмбиентности и фоновости, инструментальный контент мог бы быть при этом даже намного более выразительным и разнообразным. Ну, либо более объемным хотя бы, что позволяло бы ему размазывать вот как-то слух, либо теми же синтезаторными диссонансами, либо гулким суббасом. Почему нет? Фиты, если честно, тоже не очень-то и спасли альбом. Про гостевой парт Хаски я говорить не особо буду, так как он вообще звучал как откровенно лишним и убивающим все настроение соответствующего трека. Просто такая вот сбоку припека и подпись Хаски. Партия Гостмейна и Зелаками, безусловно, служат приятным сюрпризом на альбоме. Это по умолчанию. Но только они тоже скорее звучат так, как будто они мимо проходили своих соответствующих треков и своих куплетов и просто решили позачитывать реп поверх треков группы. У них нет никакого-то там прямого взаимодействия с вокалом той же Насти. Вместо этого они просто-напросто звучат как внезапное вот такое вот непонятно что, будучи просто-напросто звездным дополнением к титрам альбома. В общем же и целом, это вполне, вполне себе нормальный альбом для меня где-то на 3,5 из 5. Центральные синглы звучат уникально и узнаваемо, вместе с этим качево и развлекательно. Это неоспоримо. И хоть лирика альбома оказалась, ну, намного сильнее музыки, альбом Icepick до свидания все еще служит одним из вот этой вот шикарных представителей российской оригинальной музыки, пробившейся в мейнстрим. И это уже очень и очень и очень здорово. А что вы думаете об альбоме Icepick? Напишите в комментариях, ставьте лайки, если вам понравилось видео и не забудьте подписаться, если вы оказались тут впервые. Каждую пятницу и каждое воскресенье мы стримим на Твиче, где мы слушаем новинки музыкальные и просто чатимся. Рядом с моей головой вы увидите другие видео про музыку, про видеоигры и нашу собственную музыку. Вот мы недавно выкладывали и будем стараться выкладывать опять же по пятницам новые треки. Зацените, может быть вам понравится, может быть и нет, но напишите в комментариях, если заценили. А так это все на сегодня, дамы и господа, всем спасибо и всем пока!